Мясо хватит всем. Местное, высококачественное и только экологически чистое. Глядя на эти туши, можно с уверенностью утверждать, продовольственная безопасность на Ямале будет обеспечена. Рост заготовки позволит этому мясоперерабатывающему комплексу уже в следующем году увеличить поставки оленины в бюджетные учреждения на 20-30%. Сколько должно быть граммов в одной упаковке? 100 грамм. А сколько в день упаковок примерно получается? О, у нас уже много бывает, конечно, по магазинам, по заказу. День, я не могу сказать, но у нас там примерно сколько закажут по заказу, все делаем по заказу за день. В конце календарного года убойная кампания в самом разгаре. По дороге на зимовку тундровики могут сдать мясо с выгодой. Например, в Приуральском районе это можно сделать на фактории Паюта. Готовые к переработке туши отправляют дальше, в Харп. От разделочного стола до готовой продукции всего ничего, несколько циклов. На выходе потребитель получает деликатесы высшего качества. Например, вот это вяленое мясо, мясной хлеб из оленины или полуфабрикат. Бедро без кости. Увеличение объемов производства благотворно влияет на социальное благополучие и насыщенность рынка качественным, а главное, доступным по цене мясом. В этом году мы побили все свои мыслимые и немыслимые рекорды. В прошлом году было у нас заготовлено 400 тонн мяса, в этом году 476. И есть потенциал еще для роста. За последние пять лет заготовка оленины выросла на 40%. Во многом этому способствовала инициатива губернатора округа по повышению минимальной закупочной цены сырья у оленеводов. Количество перешло и в качество. Доля мяса высшей категории составляет 86%. Бой уже на данный момент можно назвать рекордным. То есть в этом году заготовлено уже свыше 2600 тонн мяса оленя. То есть такого не было никогда у нас в округе. И это абсолютное для нас достижение. Кроме того, в сентябре совхоз Байдарадский и сельхозпотребкооператив Тазовский стали первыми и единственными в стране, получившими сертификаты, подтверждающие производство органической оленины. Это значит, что ямальская продукция сможет закрепиться и на внешних рынках. Тагир Валиди, Александр Ёлтышев. Время Ямало. Приуральский район.